Встреча с Патриаршем Экзархом Сия Беларусь, Митрополитом Минским и Заславским Вениаминов для сотрудников Центра поддержки семьи, материнства и детства Покрова в Бобруйске оказалась знаковой по целому ряду причин. Сотрудники Центра получили благословение на дальнейшие труды по защите жизни и популяризации традиционной семьи. Также застоялось обсуждение с Владыкой Экзархом новых проектов Центра Покрова. В задачи Центра поддержки семьи, материнства и детства Покрова в Бобруйске входит оказание всесторонней поддержки семьям в трудной жизненной ситуации – детям-сиротам, детям-инвалидам, детям, находящимся в социально опасном положении, многодетным и неполным семьям. Нередко в Центр за помощью обращаются беременные женщины, оказавшиеся в кризисной ситуации. Специально для них оборудованы несколько комнат, где они обеспечены всем необходимым. Да, вот здесь останавливаются люди, которые находятся в жизни в ситуации. Это дети-сироты, которым в какое-то время нужно им найти жилье, и также женщины, которые в трудной ситуации, беременные. Каждый год около 20 семей мы принимаем сюда. Одна из главных святынь Центра Покрова, а само его название указывает на особое попечение Пресвятой Богородицы, икона Божьей Матери Скоропослушница, с которой связано много чудес. Образ передан в Дар Покровам по благословению игумена русского Пантелеймонова монастыря на Святой Гореафон Архимандриты Евлогия. Заступничество Пресвятой выражалось во многих благодеяниях. Самое главное чудо – пробуждение материнских сердец. Вот в 19-м году 556 женщин мы отговорили, о которых мы знаем, о которых ведем. Это те женщины, которых получили уже помощь психологическую, юридическую. Это в метро. Сейчас появилась реклама, социальная реклама в городе Минска. То есть недавно, где-то в неделю уже две назад. Да, в каждом городе есть такая реклама – поддержку семьи, отцовства, материнских. В городках порой бывает реклама такая – наслаждайся, бери все от жизни в таком смысле. Совместно с горосполкомом Центр Покрова ежегодно проводит конкурс социальных проектов «Молодежь Бобруйская за жизнь». Работа направлена на вовлечение старшеклассников и учащихся с УЗОВ, ВУЗОВ в просемейную, про лайф-повестку. Мы не просто даем лекции, дети сами придумывают интересные проекты. Вот один из данных проектов они организовали, вот такой стенд, вот он представлен. Мы его также подарили уже в городе Минске образование, где-то около 15 стендов, кстати, в БГУ есть. Это наши дети, это в рамках конкурса. То есть вот эта последовательность, да, из лекций, переходящих в работу, это очень интересно. Более полторы тысячи мероприятий, то есть лекции в конкурсах мы проводим. То есть за учебный год. Далее митрополиту Вениамину показали Центр духовной жизни учреждения. Домовый храм в честь покрова Пресвятой Богородицы. Здесь, среди панамарей, можно встретить детей как из обычных семей, так и из социальных приютов Бобруйской региона, над которыми центр шефствует. У нас даже один панамарь, парень, он был в детском приюте, вот который у нас находится. А сейчас он учится в училище и тоже привлекаем. Вот в панамаре он у нас приходит, слава богу, что парень не потерялся. Также дети вовлечены в работу многочисленных кружков, посещают и занятия воскресные школы. Центр покрова известен также тем, что собирает и раздает нуждающимся все необходимое для малыша и мамы. Владыка Экзарх отметил необходимой совместной работе всех заинтересованных сторон в поддержку семьи, материнства и детства. Важно, чтобы этот опыт был распространен шире в пределах нашей белорусской экзархаты. Тем более, что есть потенциал у данного центра, есть положительные результаты, сотни сохраненных жизней. И вместе с тем сохраненная нравственная составляющая для нашего общества. Поэтому перспектива хорошая, ее надо правильно развить, использовать, и чтобы она принесла свой добрый плод. Сейчас по итогам визита Патриаршего Экзарха в Центр покрова ведется проработка тех предложений, которые прозвучали на встрече. Коллектив Центра получил благословение как на расширение географии различных проектов, так и на начинание в других сферах. Восточноевропейское бюро православного телеканала «Союз». Бобруйск, Беларусь.